Итак, дорогие друзья, мы с вами в студии программы подробностей. Евгения Сергеевна, вас рады приветствовать здесь. Видите, я не очень задержал, потому что все-таки жаркая погода в студии, хоть и прохладно, но тем не менее. Евгения Сергеевна, вот прям парочка к вам вопросов, чтобы отпустить, поскольку у вас сейчас очень-очень много дел. Я говорю, грядет буквально на днях у нас День города, любимый наш праздник, там и День десантника у нас заодно. В общем, забот и хлопот у вас хватает. Давайте пройдемся по основным, может быть, точкам, по основным мероприятиям. Что мы, горожане, важные и нарядные, когда придем на праздник, можем увидеть? Можно увидеть многие, многие интересные праздники. 919-летие города Рязани мы подготовились во всеоружие. Трехдневный праздник, который мы подарим горожанам, пройдет под девизом «Мой дом, моя семья, мой город». И стартует праздник у нас 1 августа. Мы всех ждем в нашем городском саду, в наших городских парках, где три парка – Верхний, Нижний и Наташин парк – будет отдан всем категориям жителям. И маленьким детям, и бабушкины пляски, дедушкины сказки, дедушкины песни. И проект «Тихая музыка». С Москвы приедут ребята, акустические гитары, которые будут сопровождаться картинками из песка. Это все можно будет увидеть. Мы подготовили видеоподборки, социальная реклама, фестиваль «Муха» тоже ждет своих зрителей. И хочется отметить, что в городском парке будут работать аттракционы абсолютно бесплатно. Наше управление торговли обещали помочь. Будет что услышать, будет где поиграть, будет где попеть и будет где поесть. Вот вы знаете, я смотрел программу этих трех дней, она действительно настолько насыщенная, что я читал-читал, вот второй день где-то прочитал, третий еще не успел, потому что я тогда работать просто не сумею. Дело в том, что очень много мероприятий, чрезвычайно насыщенные программы. И мне что понравилось, что вот в этом году, наверное, как и в прошлом, но вот в этом почему-то особо на себя внимание обратил, очень хорошая информационная поддержка у вас идет. То есть везде вот эти вот программы праздников, везде, во всех средствах массовой информации, вот приглашение куда, что идти, на всех сайтах ваших информационных агентств есть материалы о том, где что будет происходить. Вот это очень-очень важно, чтобы человек вот дома сидя знал, сюда вот меня поближе, туда вот далеко, не знаю, но очень интересно. Ну, может быть, по основным тогда мы пройдемся. Давайте не будем вспоминать, значит, во сколько и где вот такой вот афиши. А просто вот что посмотреть там, самое главное, хотя бы в программке, а потом уже. Ну, я продолжу рассказ о парке. И самый главный акцент этого праздника – будут принимать участие артисты художественной самодеятельности наших дворов. Подключилась подготовка управления по работе с населением. Наши ТОСы, они дали такой клич и проведут конкурс художественной самодеятельности, «Городские таланты». И финал этого конкурса мы увидим в Наташином парке как раз 1 августа. Это дворовые артисты. А, дворовые артисты, да. И плюс еще они подготовили турнир по настольному теннису среди дворовых команд. И главным призом у нас будет спортивный дворовый комплекс. То есть они будут биться за своих детей, за свой двор, да. Чтобы победу они принесли вот такую ощутимую, чтобы могли дети в дальнейшем заниматься, развиваться во дворах. Ну, хорошая такая мотивация, конечно. Да, конечно, конечно. Но и мотивация и призами будет хорошая. У нас откликнулись многие спонсоры, которые изъявили желание поучаствовать в Дне города. Вот вы уже назвали информационную поддержку. Как раз и информационное агентство, и развлекательное агентство в этом году как никогда открыто для общения, активно, и предлагают свою помощь во всех наших мероприятиях и начинаниях. Это отрадно. Хорошо, что они тоже люди чувствуют себя же горожанами. Они чувствуют, они и есть горожане, но, по крайней мере, ощущают причастность к празднику. Продолжаем, да. После того, когда вы пройдете и погуляете по парку с детьми, вас ждет улица Почтовая. Хочу сказать, что в этом году много сделано для города. Мы увидим с вами после реконструкции улицу Почтовая 40 дворов отремонтировано. И будут открыты 7 спортивных объектов в этот день, 1 августа. Подробнее программу вы можете увидеть, вы уже сказали, на сайте. Везде практически, практически везде ее можно. И можно пройти на улицу Почтовую, окунуться в фестиваль живой музыки, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2014», который уже полюбил зрителям, которые ждут наши зрители, и которые обещают, организаторы обещают, очень много интересных находок. Ну, за почтовой отдельное спасибо за то, что всем городским властям уж не то, чтобы мы их хвалить привыкли, но тем не менее мы там же следили за развитием вот этой нашей Почтовой как пешеходной зоны, потому что когда за нее уж наконец серьезно взялись, вот как она там постепенно, поэтапно, пошагово совершенствовалась, вот так между собой тоже думают. Успеет Днюгород? Не успеет Днюгород что-то такое сделать? Ну, вот успеет. Успеет. Судя по нашим словам, успеет. Второй день. 2 августа, ну, ни для кого не секрет, это день ВДВ. Кельняшки, фонтаны, арбузы. И ЦСКА. И ЦСКА непременно. Да, и синева расплескалась. Да, и ЦСКА. Мы ждем всех на нашем празднике в 12 часов. Состоится показательное выступление наших доблестных воинов, и еще будет сюрприз, приедет группа «Земляне». Группа «Земляне» – новый состав групп, обновленный. Вот буквально несколько дней там назад они вернулись из Крыма, где проводили ряд концертов в поддержку Крыма. Ну, хорошо, группа-то как брутальная, как раз для праздника десантников. Так что мы постарались угодить не только десантникам, но и нашим гражданам. Вечером мы всех ждем на улице Почтовой, где пройдет вернисаж на Почтовой. Это такое, знаете, народное гуляние в старом стиле, как рязанский арбат. Мы позиционируем эту улицу в дальнейшем. Ток, чему стремились, собственно. Да, в дальнейшем. Мы приглашаем туда мастеров декоративно-прикладного направления с народными промыслами. Мы приглашаем художников, мы приглашаем фотографов. Будет много интересного для каждого. Мы приглашаем музыкантов. Но музыкантов, я хочу сказать, чтобы не проводили параллель уличные музыканты, здесь музыка будет звучать для создания атмосферы, для настроения. Она будет звучать постоянно на протяжении всего праздника. Будут интерактивные площадки. Вот, например, такая площадка «Старый фотограф». У нас в ближайшем будущем откроется музей фотографии, и мы воссоздадим старую Рязань. Старая фотография, старый фотограф, старые аппараты, где каждый может не только посмотреть на свою Рязань, получить призы и угадать старые улочки, но еще может сфотографироваться. В Тантамараске будут подготовлены, где тут же сделают моментальное фото, и это фото вы возьмете с собой на память. Интересный будет проект «Фотосушечка», который объединит фотографов, как любителей, так и уже фотографов с именем. Будут про улицы прохаживаться цветочницы с маленькими букетами цветов, и каждый влюбленный может подарить этот букетик своей любимой девушке. Да, романтично. Да, романтично. И так что много будет интересного на этой улице. Мы вас всех ждем и надеемся, что этот проект, который у нас будет такой пилотный, найдет свое подтверждение. Ну вот, как говорится, на этой позитивной ноте, хотя у нас все было сегодня позитивно, но и слава богу, мы, наверное, и закончим, потому что, ну что ж, нам в Рязанске остается ждать, смотреть программу, что там где будет, ну а вас мы отпускаем, как говорится, опять в дело, потому что я так понимаю, что дел у вас очень и очень много. Спасибо вам большое, хорошего нам всем праздника, хорошие организации, я в этом уверен. Ну и что ж, будем ждать дня города, будем ждать ближайших выходных. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город». Подробности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова